Друзья, а нам бы ничего, что нас мало Мне тут процент рассказал, что какой-то из переделанных вебинаров в текст набрал полмиллиона просмотров Значит, все намерла моя идея перестроить кодоводство на нормальный лад Зачем этот мужик? Я вначале не понял, чего он деревья калечит Назвался агрономом Я так уверена, цитирует же все, что так и проходит, да? Ветки лишние, все лишнее, это лишнее Помните, Тимирязюк? Ну что, поехали Так, сегодня у нас Сегодня у нас, так Железов, брат, привет Сафронов, добрый вечер Виноградов, ну, самая гвардия на месте Казахстан на месте Алексей, привет Виноградов, ну, я же говорю, вся гвардия на месте Марина Кодина, тоже гвардия Старая гвардия, но имеется в виду не по возрасту, а поэтому Вот Одна из, так сказать Как бы это назвать-то Ладно, не буду называть Почему? Потому что Чуть апостола мне назвал Так, Сергей Александрович Что-то знакомое Телектина Сафрона В днем рождения Николай Все-таки надеюсь, что это Склокин родился Именно тогда, когда мы его поздравляем Сейчас так Санкт-Петербург Колесникова Анастасия Кулу-Ундинских степей Плюс 42 42 Да Так Потом забуду сказать Мы до этого не дошли А ниже будет вот что Дело в том, что так уж случилось Включаю Вчера Телевизор А Там была передача Знаете, о чем? О том, что Сочи Один из самых влажных мест В России Там приводили Несколько мест И сказали цифру 175 дней Это получается В каждый второй день В Сочи идут дожди За что купил Зато продаю Это была передача На научном телеканале А я думаю Вот смотрите Если бы я не стал бы говорить Но я увидел, что Наталья Добрый вечер Валериан Это я, наверное Сенецовый гибрид Может Так Ну короче Я бы вначале Прицепился к имени Если это та самая Наталья Которая в Сочи Без коней Там у нее тяжелый суглинок Абрикосы не растут А тяжелый суглинок Он же дожди не пропускает У нас же как Льет, льет, льет Вот уже вторую неделю А потом два дня Солнышко И все И все сухо И никакой грязи нету А Гоголь Когда-то писал Что не только Телега Утопала В грязи Где-то там В этом Нечерноземье Вот А прямо с лошадью Прямо с лошадью Вот А у нас такого нет И поэтому У нас и абрикосам Полегче И грушам Полегче Если не калечить Вот А Наталья У меня Из Сочи Значит Безнадега полная Поручено было Ей найти Оплодосящий Прекрасный сад Абрикосов Так и не нашла То что показала Фотография Это Далеко не это Непросветающий сад То есть Получается Если добавить Что там действительно Каждый второй день Дождит То конечно Да еще с углиных Абрикосам Почти делать нечего Ну почти Я бы все равно вырастил Вот Только конечно Бы не так Не так триумфально Как в Саиногорске Теперь дальше Читаем Что Наталья Нам написала Валериан Сенец и гибрид Может уклониться Плодами Либо папа Либо маму А вегетативный гибрид Так же Сто тридцать Сколько Сто тридцать Два Веминара Мы про это Говорим Так Так Как же ответить Коротко Сенец и гибрид Может уклониться Плодами Значит Дело в чем Разброс Вот Допустим Прививка Это Вегетативный гибрид Да Вот Он конечно Разбросы дает Укосчику культуру Сенец и гибрид Не так заметно Там Там даже Опровергается Теория Менделя Мы сейчас не будем Промендаря Вплоть до того Там настолько тяжело Все этим заниматься А сенцевые То есть эти Косковая культура Там интересно Вот Они По идее Это Вот Он же Как сказать Я сейчас назову Один пример Поймете Что вы сейчас Затрону Такую тему Сейчас начну Говорить Я утром Закончу Утром Без прерыва Один пример Итак Мне Я о нем Давно не говорил А может вообще Не говорил Мне Чернышок Валерий Петрович Мой Ученый Друг Бывший Зам Зам Директора Зональной Станции Садоводства Города Саратова Ученый Агроном Прислал Семена Эти самые Шелковицы Естественно Шелковица У него Была Полне Приличная А у меня Семен Половина Оказались Мужскими Так бывает Довел До Плодношения Всего Десять штук Пять из них Ну то есть До возраста Подходящего Пять из них Оказались Бесплодными А пять Плодоносили Вот размер Плодов был И тогда Такие примеры А я самый смелый Кто бы еще Попытался Башелковицу Вырасти Да еще не укрывной Вот Это дало мне Возможность Испытать В крайних Условиях Вообще В самых Крайних Условиях Выживания Вот чем я Смелый Тем что У нас учат Они же все Переписывают Друг у друга Показал В эту книгу Там 70 Чем-то Заимствование Если их убрать Что от книг Останется Вот что Останется От книги Тем более Что та же Та же самая Обрезка Долбанная А ведь Это человек Академик Это вам не шутки Но этот академик Никогда не испытывал Их в состоянии Крайнего А так Что бы узнал Я сижу И думаю Господи Ну почему так Я так ждал Эту шелковицу Я так ждал Это же Это же Общельцевая Сколько это Я дождался Вот плоды Вот размер Посмотрите на свой ноготь И те птицы Ладно Про птицы Не будем Вот эту Я начал Я думаю А почему Они такие Во первых Потому что Они Прошли селекцию На выживание Это значит Крайние морозы Согласны Допустим Вы сейчас поймете Я к чему говорю Насколько сложно Ответь на ваш вопрос Допустим Бы Эти 200 семян То есть Семян было 200 Взошло 100 Ну и так далее Шло Шло Погибали Погибали Осталось 10 Вот Довел До взрослого состояния 10 Заплодносили 5 Теперь Представим себе Что я их выращиваю На Кубани Согласны Что там У меня же сразу Большая часть замерзла Сразу Без разговора Там бы Они допустим Не замерзли А дошли до плодоношения Мы бы увидели Что Первое Мы бы увидели Что они крупнее Одно и то же Семечко В разных условиях Согласно Железову Дает разные результаты Генная память Позволяет им В жестких условиях Стать мельче Генная память Не нарушение Закона Не нарушение Мендель Мендель Вообще ни при чем Просто стать Мельче Но это Противоречит Всей классической Генетике Всему мировому Опыту А они Мирового опыта В Сибири Никогда не испытывали Они не знают Что там Столько детей Пугают Вот Учись Сынок А то работать Придется Это шутка И так Там бы Они были Крупнее Это же Семя Дало бы Крупнее Как я на ваш вопрос Отвечу Уважаемая Наталья Первое Это еще не все И даже те Которые у меня были Все таки Довел до Полотношения Это исторический опыт Ну нету Не было рядом Уже тогда Меня страна знала Потому что Меня печатали И тогда я был Всем интересен Но не было Ни одного Преза ученого Ни с кем Мы не проводили Конкретно Там зафиксировать Задокументировать Вот Это как Мичурину Ему дали Эту самую Помощь ученому Вот Он своим делом Занялся А ученый Все это Записывал И вот такими Те которые были Такие Там на юге Даже те которые Выжили Они не такие были Они были бы нормальные Вот такие Смотрите Вот такие вот Поняли в чем дело Значит получается Если мы сейчас Говорим о сеянцевых Гибридах А он к тому же Гибрид Что такое гибрид Папу Маму Мама Сибиряк А допустим Ну имеется ввиду Что выросла в Сибири А папа Где-то с югой Сютя не сытали Вспомните Бельгия Этот самый Роскошнейшая Груша Вспомните Франция Роскошнейший Абрикос Поверите Что это может быть Вот Это вот как Здесь на картинке Видите С интернета А у меня Они реальные Такие Настоящие Поняли Смысл Если бы Просто был бы Сам себя Опылил Так Там бы Еще не такой Но что такое Гибрид Он хочет Захочет Папу Такое лето Али Сухое Дождливое Али Можете отличать Сухое Может быть Дождливое Может быть Мокрое То есть Может быть Холодное Может быть Теплое Золнечное Может быть Зима Морозная Может быть Ну и так далее И каждый раз Где-то Срабатывает Какая-то Особая программа Выживание Все хорошо Крупнее Все хорошо Мельче Смог я Ответить На ваш вопрос Видите Давайте Еще раз Его прощем Сенцевый гибрид Это намного Сложнее Чем вегетативный Сенцевый гибрид Может уклониться Плодами Либо папа Либо мама Это вопрос Да Ответил я Но я не просто Ответил Я доказательно Ответил На конкретном Примере Очень важном Когда-то Войдет в учебник Потому что Сейчас этого Никто не воспринимает Сейчас Вот Наталья Вот такой вопрос Задали Это хорошо Что есть Савельич Как она Умудрилась Пробить эту тему Укупления плодов Как Лена Александровна Ведь это же На грани Фантастики Это же Вы понимаете Что такие вопросы Даже перед наукой Не стоят Вы куда Вы это самое Попали А может быть Это начало Что только Что я тут Об этом говорю Говорю Кто меня слышит Теперь второй вопрос А вегетативный гибрид Так же Боженьки Мой Можно я не буду На этот вопрос Отвечать Вегетативный гибрид Влияние И сто процентов А попробуйте Отличить Влияние Подвойного Мамы Влияние Того Что Сама веточка Которая привита Имеет Папу И маму Так А плоды Из них Еще и Нахватаются Пыльцы От этих Самых От соседей Вот Бедная 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 Наталья С кем вы связались Дальше продолжать Я фактически Ответу на вопрос А я еще не читал ниже Еще Валера Так Теперь я уже Валера Наталья Наверное Это наш человек Раз меня Валерой называете Мне это же приятно Я послушал о вас И при покупке груш Осенью обрезал Сильно две груши Но до сих пор Они листочки не распустили Почему Не обрезаны Всегда распустили Ну если они не распустили Листочки Так Вот Покупка осенью Это такая вещь жуткая Значит Смотрите Когда осенью Покупаете Так Здесь страшная вещь Заключается в следующем Сильно рано Если вы их посадили Обрезали Вы вроде все правильно Делали Но сама обрезка Подразумевает Посадку перед зимой Если это было раньше То они могли Прижиться Они должны быть Есть в идеале Не без листьев То есть уже почки Все Но посадили И у них почки Могли пойти В рост Понимаете Там где На старом месте До пересадки Она себя Подчинялась Законам природы Пришло время Сбросила листья Готовиться к зиме Ее выкопали Так Пересадили Обрезали Допустим Чуть-чуть сильнее Почки набухли И за зиму Замерзли Вот Дело в том Что я сам Вы заметили Я никогда не говорю Садите осенью Если кто меня давно знает Знает Я говорю Лучше не рисковать Ждите весны Если осенью То как мы с Сергеем Но мы Даже мы один раз Ошиблись Когда у нас в осени Появились листочки Вместо зимы Наступило Вот теперь И листочки Проклюнулись Листочки Естественно Зимой они замерзли Вот я считаю так Не обрезать Так Весной бы посадили Все было бы нормально И обрезали бы Сколько хотите весной Хоть треть Хоть это Может быть Они бы Мало обрезали Может это плохо Для груш Но по крайней мере Их бы это не убило Они бы листья распустили Вот А осенняя обрезка Она настолько Тут такие жесткие сроки Раньше выкопало Надо угадать с обрезкой Ближе к зиме Обрезал Не обрезал Они могут плохо прижиться Вымерзнуть Вот Потом есть еще Бывает когда груши Даже при покупке Они уже может быть Уже полумертвы И так бывает Я показывал кучу примеров Вот И то что вас не обрезаны Распускались Это значит что они хороши Но здесь покупка Здесь Была связана Ваша неудача Не с тем что Резать не резать А с тем что Обрезали так И сроки обрезки Не совпали Со сроками посадки Чем ближе к зиме Тем больше надо резать А когда обрезаешь Пока еще Листья зеленые Допустим В саду Вот Начинают распускаться И мы не видели Ваши груши Если бы я видел Наверное Ну то есть Те же самые груши Если бы я посадил Меня бы распустили Спасибо за субтитры